Мы надеемся, что ситуация улучшится в результате медреформы. Деньги на ее реализацию заложили в бюджет на следующий год. Документ уже в парламенте и ждет рассмотрения. На заседании Кабинета Министров в пятницу премьер представил проекты, основные показатели, и мы напомним их. Итак, доходная часть вырастет на 15% и впервые превысит триллион гривен. Кабмине акцентируют, доходы возрастают исключительно за счет подъема экономики, налоги увеличить при этом не будут. Идем дальше. Дефицит бюджета составит почти 2,5%. Рост валового внутреннего продукта на уровне 3%. Инфляция составит 7% по плану, но в Кабмине планируют перекрыть уровень инфляции ростом минимальной заработной платы. В следующем году она увеличится на 16% и составит 3700 гривен. Курс национальной валюты планируется удерживать в коридоре 29-31 гривна. Что же получат армия и образование? На оборону и безопасность планируется выделить на 20 миллиардов больше, чем в прошлом году. Финансирование здравоохранения также возрастет до 112,5 миллиардов. Также 217,5 миллиардов планируется потратить на образование и 44 гривны на ремонт и строительство дорог. Финансирование здравоохранения. 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 Продолжение следует...